Круглосуточная канала, программа Вести интервью. В последние месяцы жители Башкирии получили повышенные счета за тепло, при том, что этой зимой сильных морозов не было. В чем тогда причина роста стоимости тепловой энергии и можно ли изменить суммы в платежках, расскажет заместитель председателя Совета по правам человека при главе региона Вадим Беляков. Вадим Викторович, здравствуйте. Я хочу напомнить нашим зрителям, что когда мы с вами беседовали в прошлый раз, вы, так сказать, прогнозировали недовольство платежками за тепло, и вы говорили, что это реально системная проблема, которая должна волновать власть. Откуда вы знали, что будет такая проблема? Если честно, я это прогнозировал еще два года назад, то есть когда только начались первые разговоры о том, что мы будем переходить на новую систему оплаты по отоплению, то есть не так, как мы платили раньше, когда всегда сумма была одинаковой, и потом делалась некая корректировка через год. А когда мы перешли сейчас и платим фактически то, что потребили по счетчику, там в октябре дом потребил 100 гигакалорий, вот весь дом за 100 гигакалорий должен заплатить. Так вот, в самих начислениях они регламентируются, ну, в основном там 354-м постановлении правительства, и там формулы очень сложные. И вот каждая составляющая этих формул, она несет в себе, ну, какую-то там долю правды или нет, смотря какие данные использовать в этих расчетах. И вот, повторюсь, там два года назад, когда только планы были по переходу на новую систему оплаты, и поднимался вопрос о том, что для того, чтобы начисления были корректны со стороны всех, тогда еще не было прямых договоров и всего остального, то есть необходимо проверить корректность этих данных, которые мы используем в формулах. Площади жилых, нежилых помещений, объем потребления по счетчику, кто как их передает эти показания, кто как их может проверять. То есть должна была просто провестись какая-то подготовительная работа, да? Вот очень хотели еще, я говорю, два года назад, чтобы это было сделано. В тот момент переход на систему оплаты по факту отсрочили. Соответственно, я предполагаю, что там такой работы не проводились, либо она проводилась там довольно поверхностно, но вот получили то, что имеем. Ну, как всегда бывает в России, да, получается? Все опять грохнулось, начисления стали, сделана корректировка, и все обнаружили, да, что в тех домах, у которых эти начисления, ну, там, значительно выросли, или корректировка, там, превышает, там, какие-то, там, допустимые нормальные значения, психологические, да, в том числе для потребителей, когда он видит, что там у него, там, 10 или 15 тысяч, безусловно, там... Придом, что раньше было 2 тысячи, условно говоря. Вот в этих домах и есть проблемы, о которых говорилось ранее, но которые никто не хотел исправлять, чтобы эти начисления были нормальные и доступные для жизни. Ну, то есть предотвратить все это было можно? Можно, можно, безусловно. Сейчас как это можно предотвратить? То есть люди получают эти платежки в ужасе? Ну, сейчас как предотвратить? Помимо того, что глава региона сказал, там, вот, создается комиссия, и вот буквально вот эта группа, да, там, которая проверяет, там, Госкомитет по жилищному строительному надзору, ну, там, ряд еще организаций, там, мы в том числе. Вот анализировались те доначисления, которые были сделаны, там, по 500 домам, и вот на текущий момент, ну, на момент этой недели, там, конца прошлой, было проверено из 500 домов примерно около 200, ну, проверено в том числе по корректности начисления, то есть это вот те же самые формулы, которые берутся данные, и уже специалисты, там, Госкомитета проверяют, правильно сделаны или нет, и было выявлено, что из 66 миллионов, которые были сделаны до начисления, 13 необходимо вернуть обратно. То есть это вот ряд проблем, про которые говорилось еще два года назад. А ресурсоснабжающие организации с этим согласны, что эти деньги придется вернуть? Пока не знаю, потому что, вот, официально, скажем так, эта информация не опубликована, то есть нету данных по жителям, да, или нету данных по домам, в которым эти дела будут вернуться до начисления, но я, насколько понимаю, что они все равно будут сделаны, там это было предписанием или предостережением, ну, то есть юридическая работа со стороны Госкомитета, я так понимаю, никто не планирует это оспаривать, потому что вот эти нарушения, они действительно имеют место быть. Когда в домах ставили эти общедомовые счетчики тепла, говорили о том, что дом будет экономить, как в том числе и на теплоэнергию, а получилось совсем наоборот. Ну, так и должно было быть, потому что если у вас стоит счетчик, то вы платите по показаниям, ну, вот, как по примеру воды, например, да, холодной, то есть есть норматив, есть счетчик. Плата по нормативу, но она, там, в 95% случаев дороже. То есть если вы переплачиваете по счетчику та сумма, которая установлена нормативно, то что-то у вас не в порядке, однозначно. Вот, и поэтому, безусловно, цель приборования, да, скажем так, она для того, чтобы жители экономили... Ну, то есть это в идеале. В идеале, да. По факту получилось так, что приборы поставили, кто за них отвечает, контролирует, с одной стороны, понятно, да, по закону, там, управляющая компания, с другой стороны, ресурсники, там, их должны тоже проверять периодически. Как они это делали, вот мы увидели, что это делалось не совсем корректно. Жителям это до поры до времени тоже было неинтересно, ну, потому что... Платили по нормативу. По две тысячи, ну, не по нормативу, а вот эти там две тысячи условные, которые там через год потом как-то корректировались, тоже непонятно. Ну, то есть вот ситуация всех устраивала. А когда это взорвалось, то есть стали все понимать, что управляшки не дорабатывают, ресурсники не дорабатывают, жители теперь стали более активно интересоваться и теперь понимают, что, оказывается, есть счетчик, теперь его можно увидеть, проверить, показания попробовать. Оказывается, у него там могут быть какие-то данные, которые неправильно показывают. Оказывается, там что-то идет, контур там горячей воды еще греет, и эти данные нужно учитывать. То есть вот этих моментов просветительских, да, которыми вот общественная организация наша занимается, то есть их стало, наконец-то, получается, вкладывать в головы жителей для того, чтобы они все-таки попытались разобраться и понять, что делать, ну и кто виноват в наши любимые российские вопросы. Ну вот и чаще всего жители сталкиваются с тем, что никто не виноват, так получилось. Вот, к сожалению, да, потому что по факту вроде какие-то виновные есть, но никакой ответственности они не несут, ну, по причине того, что, ну, этого, наверное, не требуют наши там те же самые контрольные органы. То есть есть процедуры, которые установлены законом, там штраф, например, да, за неправильное начисление там в 50%, то есть вам начислили там 4 тысячи неправильно, а должны были 3, да, условно. То есть вот тысяча — это неправильное начисление, с нее должны были заплатить штраф те, кто начислил, там, ресурсники или управляющие компании. Но этого не происходит, пока жители не потребуют этого. То есть это нужно опять написать письмо какое-то. Ну, то есть вот эта работа, она... Нет, ну, хорошо, что такая общественная организация, как ваша, существует, потому что я так понимаю, что вы днем и ночью занимаетесь как раз вот перерасчетом этого тепла для жителей там. Да вот этот январь и февраль, вот он сильно подкосил, конечно, ну, добавил, скажем так, работы, потому что, ну, вот, только отопление из каждого утюга, да, и... То есть фактически вместо власти исполнительные этим занимаетесь, общественники этим занимаются, волонтеры, насколько я поняла, которые ходят, проверяют дома, там, насколько правильно работают эти счетчики тепловой энергии, которые могут быть неправильно настроены, там, заводские настройки могут быть неправильно. К сожалению, да. То есть кроме того, что там неправильные корректировки могут быть, неправильно подсчитали там ресурсные организации, еще и сам счетчик может быть неправильный. Ну, смотрите, я не скажу, что там не работают органы власти. То есть, по моему, по моей точке зрения, они работают не так, как нужно. То есть, какой-то результат, безусловно, есть. И вот эти 13 миллионов, например, это результат длительной работы, действительно, два месяца, тот же самый госкомитет. Я видел, как они работали, и видел те объемы данных, которые им пришлось перелопатить. Проблема-то в другом, что, я повторюсь, это можно было предотвратить. То есть, профилактика, но она не сильно устроена, может быть, в Ашкирии или в России в целом, и в жилищном законодательстве. И никто не стремится предотвращать эти мероприятия, вместо того, чтобы потом эти пожары тушить и гасить все эти последствия. Ну да, вот вы сейчас говорите, что власть вмешалась, власть проводит какие-то контрольные проверки, делает, смотрит, в каких домах было неправильно начислено. Но вмешались-то почему? Потому что взрыв произошел, потому что люди на митинге начали выходить. Потому что где-то сами не досмотрели в предыдущие периоды, хотя им об этом настойчиво говорилось. А насколько правильно, что прямые договора перешли с ресурсными организациями? Может, жили бы дальше, как раньше и жили бы. В чем проблема? То есть кто-то захотел больше денег заработать или что? Ну вот то, что происходит сейчас, в части начисления потопления, вот прямые договоры, они не сильно бы на это повлияли. То есть на это повлияло переход на новую систему оплаты, и повлияла вот эта корректировка, которая делалась там за период. Прямые договоры, они здесь внеслись в сумятицу. Потому что сейчас есть очень много, ну, в частности, по Уфе, там, районов, там, советских, октябрьских, когда из-за того, что переход на прямые договоры был в прошлом году, в девятнадцатом, корректировка делает каждый, скажем, исполнитель, кто в прошлом году был, поставлял отопление. То есть, условно, там, до мая это делает УЖХ октябрьского района, а с мая это делает, там, БАШ РТС. И вот это тоже принесло сумятицу. То есть на самом деле это никак бы не повлияло. Так бы оно и было. Вопрос, что теперь надо у жителям и тем же там надзорным органам и нам проверять правильность этой корректировки и там, и там. То есть можно было это раньше у одной организации проверить, а сейчас приходится в двух. И данные приходится запрашивать в двух компаниях. То есть на вот этот бардак, когда, скажем, как я там говорил в некоторых мероприятиях, у семи нянек дитя без глазу. То есть у нас есть счетчик, есть дом, и все вроде за ним наблюдают, и никому нету дела до него. Вот он приводит к тому, что имеем. Но жители же большей частью там не инженеры, действительно, которые должны увидеть, как работает этот счетчик, не физики, математики, которые должны просчитать там количество гигакалорий, которые проходят через дом. То есть все равно это должен кто-то, какая-то единственная организация делать. Она и существует. И вот мне очень сильно не нравится то, что жители заставляют вот это делать, проверять. То есть нам приходится самим брать талмуды, брать квитанции, какие-то объемы показаний счетчиков и ходить это все проверять. Хотя вместо этого есть управляющая компания, которая должна обслуживать тот же, например, счетчик. Для этого есть ресурсоснабжающая компания, которая должна проверять, а правильно работает счетчик, а передают ли управляшка там показания нам, ну, нам, в смысле ресурсникам, в нужные моменты в полном объеме. Вот из-за того, что этого взаимодействия нет и законодательно не прописана, ну, в частности, ответственность управляющей компании за то, что прибор учет работы неправильно, она вот очень сильно размазана там по разным нормативным актам. Вот нету такой вот нормы законодательства, что если управляющая компания там не передала показания счетчика, да, ну, условно, и поэтому жители получили там какие-то начисления, значит, она должна их вернуть, потому что это ее работа. Вот такого нету. И поэтому опять у нас замкнутый круг, идем сюда, идем сюда, в жилой инспекции, там, прокуратуру, суды и сами там доказываем, что мы не вернули. Ну, тем же ресурсникам, наверное, невыгодно все это пересчитывать, потому что для них важно получить деньги. А, наверное, большая часть все-таки горожан заплатила эти деньги. Очень много проблем с ресурсниками связаны с тем, что им действительно не важно, как работает прибор учета, к сожалению. И они это не мониторят, не отслеживают. То есть вот если дом, например, потребляет по счетчику там 100 гигакалорий, а управляющая компания вдруг не передала данные или передала неверные, или там условных 200, они так и начислят 200. Или они начислят норматив, например, который мы понимаем там на 30-40% больше. Конечно, им это выгодно, да, что поставляя условно там меньше объема ресурса, они получают деньги за больший. Поэтому... Их тоже никто не контролирует в данном случае. Есть сложные... Ну, их, конечно, контролируют, да, там в том числе там та же СНД-инспекция, прокуратура. Вот это возвращается к сложности жилищного законодательства, что они говорят, а мы вот за вашим прибором там не следим, мы не знаем, что там с ним происходит. Вы сами должны следить. Потому что это вроде у вас в доме стоит, это ваше общедомовое имущество, идите к своей управляющей компании. А то, что они там приходят, там ежегодно должны допуск этого прибора делать, то есть проверять там паспорт прибора, там все данные, которые там он фиксирует, там объем теплоносителя, температуру, температурный график должны там отслеживать и посмотреть. То есть многие моменты они тоже должны сделать, но формально, опять-таки, это ответственность, которую они несут, это договорная между управляющей компанией и ресурсниками. А законодательно, что вот если вы там условно не проверили в нужное время прибор учета, и, например, потом были выявлены нарушения, что вот в момент вашей проверки должно было быть так, а по факту было по-другому, вот вы тоже там что-то заплатите, да, копеечку жителям верните, такого тоже вот нормально нигде не написано. Но я вас слушаю, вы все-таки действительно как прорицатель предсказывали все эти проблемы, почему вас не услышали, непонятно, и как член Совета по правам человека при главе РБ, вы не могли бы выйти с такой законодательной инициативой, чтобы люди жили спокойно следующую зиму? Мы собирали вот в начале, наверное, ноября тоже там, и Министерство ЖКХ, ну вот когда вот этих всех доначесений не было, то есть тоже немножко там говорили, да, о том, что планируется, то есть мы не могли предсказать объем, да, вот этой там трагедии, вот, но, то есть вроде стучимся, а тоже не всегда получается. А на тот момент, когда, конечно, привлекалось это два года назад, но там никакого СПЧа еще не было, и, ну, очень часто от нас отмахиваются, да, там, ну, отходят какие-то общественники, да, там, что-то хотят там для жителей решить, ну, как бы, ладно, там, пока не взорвется, мы там не будем думать. Ну, это, опять-таки, наша, там, российская, может, менталитет, беда, что пока гром не грянет, там, Иван не перекрестится, например. У нас, может, не так много времени до конца эфира осталось, а все-таки те люди, которые получили завышенные счета и еще ничего не предпринимали, ну, то есть не проверяли, там, свою управляющую компанию, не ходили туда, не стучались в двери, а просто удивились. Вот им сейчас что делать можно? То есть вот какие шаги прям конкретно сделаны? Ну, конкретно сначала попробовать в этом разобраться. Ну, опять-таки, я не сторонник этого, чтобы жители это делали, но пока других вариантов нет, ну, приходится вникать нам. То есть разобраться в каком плане, как это начисляется, как сделана была корректировка. На сайте вот нашей общественной организации, у FACETME, подробно вот мы старались там человеческим языком это все объяснить, написать, видеоролики записали, у нас есть файлы, готовые эксельские таблицы, где можно просто данные вставить и проверить, там, правильно вам это сделали или нет. А куда стучаться-то в первую очередь? Стучаться, ну, помимо того, что надо стучаться там в ресурсникам или управляющую компанию, потом, конечно, стучаться там в надзорный орган, там, в госкомитет. Или в жилинспекцию. Ну, я про него и говорю, то есть в госкомитет по жилищно-строительному надзору, в жилинспекции это в нашем сокращенном варианте. Потом, безусловно, очень рекомендую вообще вникнуть в прибор учета. Есть он, нету, есть ли там нарушения, там, есть ли там температурный график, вернее, там, исполняется ли при подаче теплоносителя, то есть законодательство, которое должно быть. Потому что, к сожалению, то есть есть дома, вот, где там товарищ собственник жилья, где там есть председатель, вот он за этим следит. У них там особо проблем, ну, нету, либо они какие-то минимальные. А когда следит управляющая компания, у которых 500 домов, и которая там, я был в подвалах, где, вот, где счетчики стоят, там, запись тетрадки о проверке, там, датируется 13-м годом, то есть там 7 лет, ну, наверное, кто-то ходил, но ничего не проверял. И вы не спрашивали с этой управляющей компанией, что же она делает, то, конечно, там будет бардак. А там в тех домах, где счетчиков нет, там еще хуже. Ну, там норматив, там, то есть он установлен госкомитетом, то есть с ним вопрос, единственное, проверять, корректный он, ну, в части установления этого тарифа, но это такая сложная работа, которой тоже хочется заняться. Ну, а там нужно очень много, там, экономических познаний, помимо юридических, то есть как он рассчитывается, там, ну, все сложно. Ну, то есть спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Ну, вот, не хочется, но пока нам законодательство и государство других вариантов не предлагает. А как эта система должна в идеале работать? Ну, по крайней мере, по теплу. Сейчас мы не берем другие коммунальные услуги, а вот по теплу. Чтобы мы были следующей зимой уверены, что все нормально. В идеале как должно быть? В идеале, если мы говорим об управляющих компаниях, да, то есть у вас есть прибор учета, вы понимаете, что он, ну, как вы предполагаете, что он работает корректно. И если вдруг вам приходят там в квитанции объемы потребления, ну, слишком странные по теплоснабжению, да, то вы должны, управляющая компания должна сама в этом вникнуть, разобраться и сказать, вот здесь там какой-то подрядчик не доработал, да, там прибор не подкрутил, здесь ресурсники там что-то не проверили, не сделали. То есть в идеале вот должно быть так. Мы пришли домой, мы сидим, мы за это заплатили деньги, управляющей компанией в том числе, за то, чтобы она обслуживала наше общедомовое имущество, ее нормально содержало. А нормально это значит, прибор учета должен работать в соответствии с требованиями закона. И если мы это, соответственно, будем просить, или даже в идеале, да, мы говорим, не должны просить, мы пришли домой и смотрим, у нас все хорошо, квитанция там в рамках погрешности, там мы потребили нормальное количество отопления по дому, все. А там уже есть там мастер, управляющая компания. Ну, вы думаете, это реально? Ну, это реально, просто это надо заставлять делать, потому что пока нам это, у нас запроса от этого, у нас у нас у населения нет запроса в управляющую компанию, в органы власти, то, ну, никто не пошевелится там. Ну, потому что все пользуются такой вот, получается, без грамотностью, без инициативностью народа. А вам зачем это надо? Вот все время меня это удивляет. Вот вы сказали эти последние месяцы, когда пошли завышенные платежки за тепло, вы не спали, не ели, занимались только этой проблемой. Вот для чего общественнику это надо? Ну, вы в одной из прошлых передач об этом спрашивали, ну, потому что у меня есть дети, да, которые, я не хочу, чтобы они этим занимались. То есть я хочу, чтобы мои дети, вот как вы говорили, в идеале, да, в каком-то, чтобы они пришли и не думали, вот там, как папа у нас там 30 лет назад ходил, там какие-то подвалы лазил, то есть мы пришли и занимаемся своей семьей. Ну, знаете, вашим детям повезло, что у них есть такой папа, который лазит по подвалам и лично все это отслеживает. Просто остальным жителям так не повезло. Нашей стране повезло, что мы должны самостоятельно делать ее лучше. Ну, просто наше время истекло, а я наше время...